Всем привет, друзья! Вы на канале FlashGames. Продолжаем играть в Покопинер 21. Сегодня я покажу вам свой улов за эти пару дней, как игра вышла. Покажу, как я смог выиграть онлайн-драфт. Вот здесь, оказывается, он находится. Я даже не знал, что он в игре присутствует. Также откроем наборы, которые мне дали за победу в этом же самом драфте. Плюс откроем парочку других интересных наборчиков. Переходим, друзья, в драфт. Здесь я собрал одну очень интересную команду, вот 5 октября в 8 часов сегодня, которая имела рейтинг 89. Прикиньте, это был мой самый крутой драфт. И угадайте, до какой стадии я дошел этим составом. Да, вы правы, в первой же стадии я влетел к команде с рейтингом 86, по-моему, со счетом 0-3. Перед началом драфта я был уверен в своих силах как никогда. И даже 5 легенд, включая Марадонну, плюс еще и Месси 93, не смогли спасти мой драфт. Далее я собрал команду с рейтингом 88 и случилось следующее. Кстати, вот это очень красивая анимация, типа какие-то... Я не знаю, что это вообще на праздниках обычно бывает, я даже не знаю, что это такое. В общем, 3 матча я выиграл со счетом 2-1 и в финале просто уничтожил соперника, у которого был состав с рейтингом 89. И, друзья, небольшая рекомендация для тех, кто хочет играть драфт вот на данном именно этапе. Если вы не смогли собрать команду с рейтингом минимум 88, то в драфте вам, я считаю, делать вообще нечего. 3 первых соперника у меня были с рейтингами в соперниках, да, с рейтингами 88, последний, как я уже сказал, 89. А за победу мне дали следующие награды. Заходим в Rewards Online и вот видим, какие награды мне дали. Это Клуб Пак 82+, и 85+. Считаю, это очень крутые награды. Вот моя коллекция. Как мы видим, у меня самый крутой игрок. Это Кенни Далглеш с рейтингом 90. И вот такие вот, короче, ребята. В общем, вниз, я считаю, смысла нету, да, мотать, потому что там уже ничего интересного. Так, я вот сейчас думаю, может быть, Квиксельнуть Далглеша. У меня всего лишь 60 тысяч монет. Если я его Квиксельну за 250, считаю, у меня будет уже больше 300к. И давайте так и сделаем. Шок контент. Нажимаем на Квиксель. Подтверждаем и получаем наши почти 300к. Далее переходим в My Items. И давайте потихонечку начнем открывать эту красоту. Начнем с самых бичарских наборов. Это у нас голд паки, да, какие-то. Но я буду все продавать. Мне это вообще неинтересно. Жалко, конечно, что здесь не пишут, что вообще может выпасть. Моура. Так, у нас плеер пик здесь. 8183. Возьмем Матюиди. Из Интер Майами. Далее клуб пак. Ну, самые неинтересные наборы. Далее Лулич. Ну, продаем, конечно, это все. Ждем Волкаут. Кстати, Волкаут, кто не умеет определять, хотя, я уверен, многие могут. Это вот это вот свечение. Оно становится типа по бокам и сверху желтым. Ну, как только будет, я вам покажу. Дальше открываем. 80+. Вот. Это у нас минимум 83+. Так, Юнайтед, Уан Бисака, 84, да, по-моему? Три. Ну, этот будет очень имбовым правым защитником в этой части Фивки. Вот, еще один Волкаут. Хорошо. Ну, все паки с 83+, я буду назвать Волкаут. Хорошо. Мирослав Клозе, 87. Сколько же он стоит? 81 тысяча монет его цена. Блин, я вот сейчас посмотрел на его статуи. Это просто кошмар. 77 пейс, 85 удар при 87 общем рейтинге. Я не знаю, ну, взять нам, например, какого-нибудь Антеребича с рейтингом, по-моему, 79, что ли, 80. Мне кажется, он будет намного интереснее, чем Клозе. Так, мы это все тоже продаем. Не нужен мне Клозе. Уже 420 тысяч монет я имею. Серхио Ригелон. Тоже продаем. В рифму как-то сказал. Дальше у нас опять Волкаут. Хорошо. Португалия. РБ. Ну, Пирейра, да? Нет, это Семедо. 83. Так. Его тоже мы продаем. У Памекано еще выпал. 12К еще подняли. Ну, пока что я скажу вам интересно. У нас так идет открытие. Здесь у нас чисто золотые карточки. All Gold. Самые интересные наборы, которые могут выпасть за режим соревнования. Ну, не считая этих крутых наборов. 83 плюс и так далее. Рауль Альбиоль 82. Ну, монеты просто поднимаются очень быстро. Mason Mount. Дальше. Это уже у нас будет поинтереснее. Но Волкаута нет. Рейтинг 82. Номинальный центр форвард Атлетико. Очень много он играет на этой позиции. Так. Бразилия. ЛП. Дуглас Коста. Какой у него будет рейтинг? 83, наверное. 4. Точно так же оставили. Вроде он сезон провел так себе. Но рейтинг меньше делать не стали. Последний набор 82 плюс. Это Карим Беляраби. И 85 плюс. Наконец-то самое интересное. Открываем его. Волкаут, конечно же, будет. Англия. РБ. Блин. 85 плюс. Выпадает. Окер 85. Сколько он стоит? 11 тысяч. Почти 500 штук у меня уже на аккаунте. Давайте перейдем. Блин. Лайтинг граунд. Очень жалко, конечно, что ничего нету. Спешл пакс. Тоже нету. Плюс пак. 81 плюс всего лишь. Нету нормальных наборов. Это тоже фигня. Вот что это? Вот что открывать? Плеерпикс может хотя бы. Нет, здесь тоже нету. Ну ладно. Будем открывать. 81 плюс. Кстати, процент сейчас посмотрим. Сразу лолкаут. Сербия. Но это видич, да? А, нет. Милинкович. Часто видич вообще выпадает с рейтингом 85. Я уже, по-моему, его раза три словил. Почти окупили этот набор. Нет, здесь уже нету у нас волкаута. Исмаили. Так, оставим где-то, ну не знаю, штук 300, наверное. Все-таки оставим пока что. Дальше у нас хорошо. Волкаут наконец-то. Португалия. СТ. Как же я хочу поймать Роналду. Просто будет четко. Но это Антонио Лопеш. Дальше открываем. Еще один волкаут. Норвегия. ЦАП, да? Но это Реал. Мартин Эдегор. Волкаут. Испания. Элзе. Бенфика. И это Алехандро Грималдо, да? И последний набор. Заканчиваем волкаутом. Хотя бы что-то из Франции. Коиспания. Интер Майами. Тот самый Матюиди. Ждем, короче, Лайтинг Раунд. Там, я помню, были наборы 85+, которые стоили 40 тысяч монет. Блин, жалко, конечно, сейчас их нету. Но, как только они появятся, следующий видос обязательно выйдет на канале, посвященный Лайтинг Раунд. А на этом, друзья, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить лайк. Ну, а с вами был я, Флэш Геймс. Всем всего доброго и удачи.